привет всем вы на канале позитивный огород сегодня хочу вам показать что у нас растет на подоконниках есть вот такой вот небольшой денежное дерево которое садили получается весной прошлого уже теперь года выросла вот уже такое достаточно маленькое деревце есть вот такие вот кактусы такой есть большой кактус правда он уже процвел но сейчас я вставлю кадры именно его цветение и вот начинают цветать кактусы не знаю как они называются таких вот два кактуса один побольше вот этот тут немножко поменьше такие достаточно не кустистые много-много со всех боков нарастает на них этих маленьких кактусят совершенно неприхотливые какого за ними особого ухода не надо и вот так вот цветут обычно они зацветают весной где-то в феврале и в конце зимы получается марте цветут вот сейчас даже уже в конце осени захотели процвести а вот эти вот кактусы цвили они получаются и в прошлый раз но сейчас пытаются снова зацвести только-только начинают распускаться а вот эти вот кактусы наверно года два или три уже растут они достаточно медленно но вот такие вот тоже достаточно симпатичные уже выросли также растет вот такой вот золотой ус у него лечебные и листья и вот усы которые у него отрастают правда этого нету на другом покажу его используют в общем для приготовления различных настоек цветет герань такой достаточно большой куст вот он уже процвет остатки остаются в общем что еще цветет там небольшая такая вот фиалка и тещин язык всего выкинуть как-то хотим но все у нас остается и остается есть и вот такие вот ползунки от бабушки почему тоже они растут но сейчас всему света как бы не хватает и места на подоконниках для них нету поэтому вот стоят на том бочке и вот такие так вот растут в общем ну тоже в целом такие зелененькие и следующий подоконник а здесь у нас фиалка есть вот такая вот тоже уже процветает лучок посадили к праздникам на новый год и как-то не срезали сейчас уже вот так вот вырос к рождеству клубника посеяли опять же таки снова фиалка вот это вот черенок гелиотропа который садили осенью вот он так вот растет тяжело он растет именно без подсветки поэтому здесь подсветки немножко хотя бы ему будет доставаться иначе хотя бы такой зеленит немножко отрастать здесь еще один кактус такой старенький ему тоже наверно уже лет 7 а может даже и 8 и вот 2 золотой ус вот эти вот усы и вон и потом когда они вырастают их используют для настойки ну как по рецепту по всем вроде бы 12 колен вот этих вот на получается настаивать либо на воде либо на водке ну и затем откуда горло болит или еще что-то общем вроде как для желудка полезно вот эти вот листочки сами пережевывать поэтому такое достаточно полезное растение которое очень хорошо растет и достаточно быстро потому что этот туз обрезать поставить его воду он укореняется и вот так вот можно снова размножать так вот этот золотой ус две вот таких вот есть драцены правда они уже довольно таки тоже старые надо их как-то обновлять когда они уже не так активно растут такие может быть симпатичные но в принципе тоже вот такие вот драценки две и большое вот такое вот дерево называют его березка сейчас может он не очень такое симпатичное но потом к весне все будет отрастать потому что зима и солнечного света все равно не хватает ну так тоже такое вот растение и следующие такие два растения тоже не знаю как они называются вот это вот достаточно быстро оно отрастает такие вот листья у него и цветет таким как бы синенькими цветочками тоже как бы достаточно такой симпатичная а вот это вообще подарили нам подарила бабушка мы не знаем как она называется говорили что она от ангины не знаю насколько это правда такие вот у него листья и как такие вот как ягодки как помидорки в интернете как-то особой информации какой-то такой нету такое тоже как бы растение кто знает подскажите как она называется очень интересно просто и вот такой вот большое денежное дерево но уже довольно таки старая наверно года ему четыре или пять даже вот такое достаточно высокая толстенькая такие стволы толстые у него уже как бы растет вроде бы так и неплохо здесь просто подоконника то этого так на света больше здесь как бы он неплохо так растет но тоже все таки солнечного света наверное немножко не хватает хотя денежное дерево но не любит солнечный свет здесь опять растут тещины языки которые все не можем как выбросить одна геранька еще и вот ананас сейчас его достану поближе покажу вот такой вот уже вымахал ананас садили его в прошлом году в январе месяце из ананасной этой макушке попалась она такая вот много ростковая что ли сказать один большой такой вот ананас вот этот стволик там еще вот один растет тут кошка немножко покусала всем сейчас зелени не хватает ну вот так вот он достаточно хорошо растет три раза его пересаживали сперва в одной он был как бы емкости потом в другой горшок пересадили вот этот самый большой горшок уже для него выбрали ну как будто же так он достаточно хорошо растет много воды ему сильно его не поливаем так чрезмерно в общем раз наверное в неделю когда высыхает грунт опять поливаем как бы вообще не прихотливое растение очень даже такое вот оно симпатичное может быть что-то из него в общем еще и вырастет посмотрим что с него будет дальше и вот такой вот то ли это лимон то ли это яблоко такое деревце можно его использовать в качестве елки в общем такое вот растение ему наверно года уже четыре или пять тоже довольно таки уже старые листочки пахнут чем-то таким цитрусовым но скорее всего наверное это яблоко какое-то дикое семечки брали улизы или из апельсина в общем попались или из яблока мне почему-то кажется что это яблоко как-то на апельсина но пойми на аромату этих листочков совсем не похуже и следующий подоконник здесь у нас растет такой вот еще денежное дерево ему наверно года два уже может даже немножко и больше и вот здесь можно заметить что от листочка начала расти новое денежное дерево если вот так вот листочек как-то в это падает на землю и иногда начинает у него так отрастать новый побег также растет вот такой вот алоэ от бабушки любит это растение такой достаточно прохладный микроклимат в общем в жаре в теплоте в какой-то она плохо растет а вот на таком достаточно прохладном все-таки подоконнике хорошо себя чувствует это тоже наверное какая-то разновидность алоэ просто немножко другой какой-то формы листья также на этом подоконнике стоят две эустома зимуют в общем они на подоконнике потом будем их наверное черенковать есть вот такой вот какое-то растение тоже не знаю как он называется но очень красиво цветет и здесь же зимует земляника такая достаточно она зеленая пушистая и вот еще один такой вот кактус правда снова я не знаю как он называется довольно таки он старый лет наверное тоже мы 8 может даже есть вот так вот он растет но всем тем кому данное видео было полезным понравилось подписывайтесь на наш канал делитесь этим видео с друзьями заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч всем самого-самого наилучшего